Доброго всем! В ремонт поступила головка блока цилиндров Volkswagen 1.9. По словам клиента, двигатель перестал нормально работать. Беда вроде бы в головке. Мотористы разобрали движок, сняли головку и переслали нам. Будем разбираться. Снимем распределительный вал. Для этого ослабим крепежные гайки бугелей. Затем поочередно и понемногу отпустим их, дабы избежать перелома распредвала. Внизу стоят гидротолкатели, они давят на кулачки и если откручивать сразу полностью гайки с одной стороны, то это может привести к этим, мягко сказать, неприятным последствиям. Обязательно обращаем внимание, есть или нет нумерация на бугелях. Если такого и нет, необходимо ее сделать. Это для того, чтобы затем все детали поставить по своим местам. Если бугель не получается выдернуть от руки, необходимо слегка постучать медным молотком или как у нас алюминиевой болванкой. Снимем сальник распредвала, посмотрим на него. Сальник распредвала в хорошем состоянии, не потеряла свою мягкость и упругость. Выдергиваем распредвал и осмотрим его. Протрем шейки у кулачки, оценим степень износа. Все шейки и кулачки, за исключением одного, в нормальном состоянии. Если износ есть, то он минимальный. А вот и проблема. На одном кулачке мы видим вот такие повреждения. Набой, задир и удар. Как мы видим, разорвало рабочую плоскость стакана гидротолкателя гидрокомпенсатора. Достаем гидрокомпенсаторы по одному. Пытаемся достать поврежденный гидрокомпенсатор, но, к сожалению, он не подается, потому что посадочное место было покалечено оторвавшимися частями. Займемся им позднее, а сейчас сделаем замер вылета клапанов. Вылет клапанов на горячей стороне состоял 36,6-36,7 мм. По холодной стороне 36,9 мм. Рассухарим головку. Сперва, не сильно ударяя, обстучим тарелки клапанов магнитным рассухаривателем. Затем возьмем струбцинный рассухариватель и при его помощи, и, как всегда с магнитом, рассухарим клапаны. Вынимаем тарелки и пружинку. На первом выпускном клапане не удается с первого раза вынуть пружину. Оказалось, что часть оборванной рабочей поверхности стакана гидрокомпенсатора попал в пружину. Перевернем головку и оценим износ направляющих тулок клапанов пока ориентировочно. Как видим, выпускные клапаны даже на неснятых сальниках и непромытых от массового сопряжения ктулка клапан чересчур уж болтаются. Даже визуально без нутромера это видно. Впускные клапаны предварительно имеют нормальный зазор, но мы обязательно проверим его нутромером. Впускной клапан первого цилиндра, полятное дело, мы вынуть пока не можем. Теперь снимем сальники клапану. Они находятся в хорошем состоянии, видимо недавно их меняли. Попробуем рассухарить проскачку и вытащить остатки гидрокомпенсатора. Ну, понятное дело, вытянуть его не получается, потому как на посадке стаканчика образовался вот такой вот набой. Он и не дает нам извлечь остатки. Вытянем застрявшую оторванную часть гидрокомпенсатора. Выбиваем клапан. Он, как оказалось, рассухарен. И, скорее всего, это и есть причина разрыва стакана толкации. Клапан рассухарился и выбил гидрокомпенсатор. Клапан, понятное дело, загнуло. Теперь перевернем головку и выбьем втулку. Выбивая втулку, мы, по идее, должны выбить и остатки стакана гидрокомпенсатора. Так и вышло. Вот все, что мы извлекли. Клапан, втулка с остатками сальника, пружина и сам стакан. Далее проведем стандартную процедуру дефектовки клапана по износу стержня. Износ составил порядка одной сутки, в некоторых случаях две, что является допустимым. Проверим клапаны и на биение. О биении клапана мы подробно рассказывали в предыдущем видео. Ссылка на этот ролик будет в описании под видео. Кому интересно, смотрите. А в данном случае отклонения от параметров биения обнаружено не было. Слово говоря, гидрокомпенсаторы бывает проламывают и из-за износа рабочей поверхности. Это происходит при несоблюдении правил эксплуатации, а конкретно от своевременной замены массы. Поэтому при дефектовке обязательно нужно осматривать и рабочую поверхность стакана гидрокомпенсатора. Что в итоге нужно делать по этой головке? В этой головке нужно поменять выпускные втулки, восстановить посадочное место под гидрокомпенсатор. Здесь есть два варианта. Наварить, проточить или расточить из авто. Позднее подумаем, прикинем и примем решение. Ну и сделать всю остальную стандартную работу по головке. Чистку, мойку, фрезеровку поверхности, произвести работу с клапаном, очистку, шлифовку тарелки, торцевание, притирку к сёдовам. Ну и естественно после того, как восстановим рабочую фаску. А на этом всё. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поедем. Продолжение следует...